Таинственный посредник в Северную Корею отправили заместителя агентства КООН для переговоров. Но о его миссии известно очень мало. Зачем он в Пхеньяне выяснял Дмитрий Анопченко. Последние 7 лет чиновники такого уровня Пхеньян не посещали. Но сегодня здесь Джеффри Фелтман, заместитель и доверенное лицо генерального секретаря ООН. Причем это вовсе не короткая формальная поездка. Он аж до пятницы пробудет. Фелтман человек публичный и влиятельный, которого часто видят во время заседаний Совета Безопасности ООН. Именно его перед многими встречами просят дать официальную оценку ситуации в какой-либо стране. И уже на основании этих выводов Совбез голосует. Журналисты теперь ломают голову, зачем он поехал в КНДР, с какими полномочиями и почему именно он. В самой организации не захотели вдаваться в детали, а делались формальным комментарием. Это ответ на давнее приглашение властей Пхеньяна к политическому диалогу с ООН. Госдеп США заинтриговал еще больше, заявив, дескать, мы здесь ни при чем. Он направляется туда не от имени властей США. И, я хочу это пояснить, не едет с каким-либо посланием от властей США. И это очень странно, если учесть, что Фелтман американец. В прошлом один из замов госсекретаря Соединенных Штатов. Благодаря статусу ООН мог бы стать отличным посредником. При этом встреча у него на очень высоком уровне. С главой МИДа и топ-чиновниками КНДР неформально говорят о возможности разговора с глазу на глаз с самим Ким Чен Ином. Дипломаты, работающие при ООН, раскрыли карты. Неофициально, не под запись поделились с нами. Мол, Фелтман представляет лично генерального секретаря организации. Дескать, Антонио Гутерреш решил сам вмешаться в ситуацию. Видя, что Соединенные Штаты только обостряют и переговоров по сути не ведут. Хочет прощупать почву. Понять, может ли организация стать арбитром или хотя бы посредником в урегулировании этого конфликта. Ведь если миссия будет успешна, если это произойдет, то мгновенно вырастет авторитет и самой ООН, и лично генерального секретаря. А если так, понятно и секретность, которая сопровождает этот визит. И то, почему так мало информации об этой миссии. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.